Всем привет всем моим подписчикам. Большое спасибо за внимание к моему каналу. Я всё время как-то то цветочки показываю, то миксер показываю. А сейчас поболтать времени никак. Руки не доходят у меня. Поступил у меня как-то запрос. У меня вообще поступают запросы на разные видео, но... Опять же таки, занята я. Ну, я стараюсь, я стараюсь. Есть у меня запрос на то, как правильно воспитать ребёнка. Да. Я считаю, что у меня очень удачно вышло воспитать своего сына. Большинство времени своего я была одинокой мамой. И это уже второе видео, которое я снимаю по этому поводу. Почему второе? Потому что когда я села снимать перед камерой первое своё видео, я обнаружила, что перечисляя все регалии своего сына и показывая все грамоты и награды, у меня это заняло 20 минут. Поэтому скепит. Мы не будем это показывать. Я просто вкратце расскажу. Расскажу о том, что моему сыну сейчас в апреле, 28 апреля будет 22 года. И что очень-очень такой успешный молодой человек. Он у меня вырос. И хочу рассказать, как я это сделала. То есть закончила он школу с отличием. У него есть интернациональный бакалаврат после окончания школы. Главный диплом пришёл ему из Женевы. Этот диплом позволяет поступать в любой университет мира. Плюс на протяжении всего года он постоянно получал награды, что он учился 95% и выше. Учился он в специализированных школах. Что, в принципе, у меня из этого видео одно из моих начальных. Вот, где я там сижу в тихом тёмном уголочке и рассказываю про школьное образование в Канаде. Шутки шутками. Естественно, все, кто начинает свой новый канал, этого стоит ожидать. Что будут где-то удачные видео, где-то будут неудачные видео. Пока вы найдёте свою камеру, пока вы найдёте своё место, где вы можете снимать. Это всё придёт. Но есть специальные программы здесь, в обычных школах. Я его специально... В частной школе я его не отдавала. У меня просто на это не было денег, правильно, когда я сюда приехала. Но как-то учиться он у меня начался хорошо с самого первого класса. И я вам расскажу, что конкретно я делала как родитель. А вы потом со временем, может быть, примете какие-то советы на своё рассмотрение. Может быть, не примете. Каждый делает в этой жизни, что он хочет. Просто я считаю, что мне очень удачно удалось вырастить молодого человека. Причём при всём, что очень многие говорят, что без отца это невозможно. Ерунда, всё это полное. И потом я вам об этом расскажу. Сделала я здесь, и я смотрю вниз, потому что я сделала кое-какие ноутсы. Я без ноутс не могу, иначе у меня... Мои мысли, мои скакуны, они уведут меня в сторону. Я в итоге толком ничего не расскажу, и видео получится очень длинное. Так, стоп, где мои ноутсы? Сейчас я их найду. Собрала я, значит, здесь такие самые главные поинты. Я вам просто расскажу, что конкретно я делала. Да. То есть, первое, когда у меня родился сын, я, конечно же, всегда уделяла внимание его образованию и всегда учила его азбуки. Скажу так, родился у меня в лихие 90-е. И в Украине, естественно, было тогда очень-очень сложное время. Я, честно говоря, даже не знаю, как я выжила через всё это. То есть, то, что я голодала, это не сказать ничего. Не ела я порой по трое суток. И для того, чтобы накормить своего ребёнка, я занимала иногда еду соседей, картошку. Он у меня питался одной картошкой. О каких-либо витаминах или ещё о чём-то у меня речи быть и не могло. У меня было очень-очень сложное начало. И, естественно, дети не всегда бывают маленькими. Поэтому, если у кого-то очень-очень сложное положение сейчас в жизни, никогда не отчаивайтесь. Вы всегда можете найти выход. Извините, но я когда-то чуть с голоду не умерла. Это я-то ещё... Ладно, да, вот мне бы ребёнка было накормить. Это был просто ужас. Потому что я не могла найти работу. Даже, по-моему, на работу уборщицы в то время стояла очередь людей. Я просилась на работу уборщицы. И мыть какие-то полы и ещё что-то в этом роде. То есть, это была трагедия. Это были 90-е. То есть, это было очень сложно. Естественно, какие там памперсы, какое там детское питание, о чём вы говорите. Дай Боже, чтобы вообще можно было еду достать. Но, в любом случае, я никогда не сдавалась в плане того, что я всегда уделяла внимание своему ребёнку. Имеется в виду, что к трём годам он знал у меня всю азбуку. Но я думаю, что очень многие дети могут это сейчас знать. Я никого не удивлю. Всю азбуку знал. То есть, я постоянно уделяла внимание. Я уже сказала это четыре раза. Да. Ему, то есть... И было смешно у нас случай, когда он уже... Он ещё в школу не ходил, но букву он знал. И был период времени, когда я ему купила азбуку, и там надо было в квадратике вписывать слова. И был там сыр. Он написал вместо сыр, он поставил буквы в неправильном порядке, потому что он ещё пока не знал, как писать. И я не думаю, что он знал ещё, как читать даже. То есть, это было только вот название букв. То есть, сами буквы он знал. Он поставил вместо сыра, он поставил ИСР. То есть, И первая была первой буквой. Слово ИСР прицепилось в нашу семью до такой степени, что даже до сих пор, когда мы идём в магазин, мы всё время говорим, что нужно купить ИСР. Многие не поймут, но ИСР у нас до сих пор в холодильнике есть. Вот. Смех смехом. Следующее. У меня, конечно же, было мало денег. Я, естественно, была очень сильно ограничена. И потом, когда, может быть, немножко стало получше, или ещё что-то вроде, или когда я могла выкроить какие-то деньги, я покупала им мало игрушек, но игрушки я покупала со смыслом. Все игрушки были, естественно, только образовывающими. То есть, направленными на развитие... Направленные на развитие ребёнка. Были ли это книжки, были ли это какие-то развивающие, вот что-то такое, что я могла найти. Естественно, такие игрушки, как там машинки, пистолетики. У меня, может быть, я бы ему и купила, если бы у меня были деньги, но так как этих денег не было, то я выбирала между тем, что действительно приносит пользу, и между тем, что действительно... Ну, как необходимость, вы понимаете, то есть это была необходимость. Я понимаю, что ребёнку нужно развиваться, я понимаю, что ему нужны очень многие вещи, но я могу позволить только либо это, либо это. И, естественно, так как я заинтересована в хорошем образовании своего ребёнка, я буду покупать полезные игрушки. Это мой муж шарится там сзади. Дальше. Насчёт процесса обучения. Те родители, которые наказывают своих детей в то время, когда они учат уроки вместе с ними, я считаю, что они совершают очень-очень большую ошибку. В плане того, что вообще обучение как таковое, оно не должно ни в коем случае превращаться ни в какие крики, наставления, сидения до ночи, переписывания тетрадок. Я считаю, что это всё ерунда. Почему? Потому что вы ложите ребёнка в огромное состояние стресса, и ни один нормальный ребёнок в состоянии стресса не будет ничего не запоминать, ничего учить. Это крайне сложно. Каким образом я подошла, кстати, в 90% случаев я совершенно не знала, что учит мой ребёнок в школе. Я молчу о том, чтобы помогать ему в шестом классе, когда родители уже ничего не помнят. Они смотрят в учебники и говорят, боже, это же надо, я же даже этого уже и не помню. Тут, скорее всего, ребёнок мог помочь мне. И каким образом я развернула это образование, совершенно в другую сторону. Я, естественно, проявила интерес, и всегда проявляла интерес ко всему новому. И когда у меня была возможность выйти в какой-то музей или театр, я обязательно туда водила ребёнка. И не просто показывала ему вещи, я училась вместе с ним сама. И всегда спрашивала его мнения по поводу какого-то вопроса. И всегда представляла образование и вообще поступление новой информации к человеку. Я представляла это как очень захватывающее действие. То есть ты посмотри, видишь, как оно есть, а я, допустим, не знала. И вот я сейчас, если бы с тобой не пошла, я бы этому не научилась. И то же самое. Если ребёнок не видит вас с книгой в руке, он вряд ли будет читать много, вы понимаете. То есть это всё состояние личного примера. Если родители читают, ребёнок заинтересуется, что в книжке, правильно. Если родители не читают, то можно вашего ребёнка просто убить. Он никогда в жизни книжку в руки не возьмёт, потому что он не видит в этом смысла. Но вы же не делаете того, что нужно ему делать. Почему он, собственно говоря, должен заморачиваться на эту тему? Естественно, сами родители должны проявлять интерес ко всему новому, что им нравится. То есть каким-то образом вызывать этот интерес, естественно, и у ребёнка. Ещё, что я никогда не делала со своим ребёнком, я никогда в жизни с ним не сюсюкалась. То есть я никогда в жизни не говорила, о, смотри, машина, так Бибика поехала, да, как некоторые говорят. Или Ляля пошла, как у нас в Украине. Я никогда в жизни ничего подобного не разводила. Пошла девочка маленькая, проехала машина. То есть как оно называется, так я, собственно говоря, с ребёнком разговаривала. Они вполне очень могут понять слова, которые вы говорите. То есть если вы уважаете вашего ребёнка и обращаетесь с ним как взрослым, ну, в меру возможности, конечно же, то и, соответственно, ребёнок будет точно так же себя вести. Я поощряла всегда своего ребёнка в любых начинаниях. То есть имеется в виду, что если у него появлялся какой-то хобби или какой-то интерес, я обязательно это поощряла. Естественно, я всегда приучала к ответственности. За любой поступок, естественно, последует какое-то действие. И если даже он в моём, это мой дом, мои правила. И нравится тебе, не нравится, тебе придётся им следовать. Потому что эти правила совершенно нормальные, такие же, как и для других детей. То есть, пожалуйста, содержи свою комнату в чистоте, помогай мне по мере возможности. Это уже, конечно, для более взрослых деток. Естественно, к трёхлетнему ребёнку никто не предъявляет никакие правила и обязанности. Но собрать свои игрушки в корзинку, допустим, этот ребёнок может. Я считаю, что приучать ребёнка к домашним, к каким-то определённым выполнению домашних обязанностей, это совершенно нормальная вещь. Дальше, что у нас есть. Я всегда приучала его к тому, чтобы он выполнял свою работу хорошо. Работой его, естественно, является школа. У нас как-то зашёл разговор, и я ему сказала, что ты учишься, и это твоя работа. А я работаю, и это моя работа. И ты хочешь, естественно, от меня, как от родителя, получить отдачу на 100%. Да. Ну и я тоже от тебя, как от ребёнка, хочу увидеть ту же самую отдачу на 100%. То есть, если ты не учишься, но ты требуешь от меня дорогие вещи, ты их никогда в жизни не получишь, потому что если ты не собираешься выполнять свою работу на 100%, я не обязана выполнять свою на 100%, в этом-то мы и договорились. Поэтому, если тебе чего-то захочется, ты не учишься, но ты хочешь дорогие вещи. Это уже когда он подрос, я ему сказала, что если ты не будешь учиться, ты можешь запросто идти работать и зарабатывать сам на свои вещи. Я тебе их покупать не обязана, потому что ты свои функции не выполняешь. Я как родитель предоставлю тебе кровь и еду, но свои функции в выполнении дорогих каких-то вещей я тоже этого делать не буду, потому что ничего просто так в этом мире перед тобой не появится. Потребителя я вырастить не хотела. Естественно, я всегда приучала его к тому, чтобы он был организованным. Организация, конечно же, это очень большая вещь. То есть сначала нужно приучить ребенка к тому, чтобы он убирал свою комнату, затем организация войдет, естественно, в организацию его дня рабочего, потом в организацию его мыслей, потом в организацию его жизни. Я считаю, что это очень-очень важно. И в комнате моего ребенка я никогда не найду валяющуюся одежду на полу или еще что-то в этом роде. Он всегда очень-очень сильно организован. И даже когда он учится, у него иногда бывает такое, что у него бумаги по всей комнате. Но тут я реально осознаю, что ребенок учится. И если у него есть вот этот беспорядок, то это творческий беспорядок. Он необходим на данном этапе, то есть он идет через какой-то там, что они там учат в школе, допустим. И ему просто необходимо собрать эту информацию. И вот именно таким образом она у него разложена каким-то образом, в определенном порядке, которым он знает. И он этим делом занимается, то есть я в это дело не лезу. Естественно, я реально осознавала, что мой ребенок – это не моя игрушка. Как очень многие матери, которые сами растят детей, они начинают засююкивать своих мальчиков, думая, что вот, он у меня один, у него нет папы, значит, я сейчас ему дам в два раза, то еще и в три раза и больше, чтобы это все компенсировать. Я на этом деле вообще не заморачивалась. Я считала, что это мой ребенок, независимо от пола мальчика или девочка. И явно он не моя игрушка. У него должна быть ответственность, он должен четко осознавать жизнь. Я совершенно не собираюсь с ним сисюкаться. Почему? Потому что в жизни с ним никто сисюкаться не будет. Я достаточно реалистична в том, что я делаю в этой жизни, как я ращу своего ребенка. И, естественно, ничего компенсировать я ему не должна. Жизнь бывает разная. Люди сходятся, люди расходятся. Какие-то пары живут вместе, какие-то пары успешно воспитывают детей и на расстоянии друг от друга, какие-то пары вечно ссорятся и устраивают нервные срывы своим детям, что, в принципе, не стоит этого делать. Но какие-то пары расходятся до такой степени, что отец вообще не интересуется своим ребенком, и мама остается одна. И здесь уже ничего не поделаешь. Маме приходится за себя из-за того парня, как говорится, растить этого ребенка в плане того, что мама не может сказать, что «Извини, сынок, я сегодня устала, заболела, или там еще что-то со мной произошло, и поэтому я не могу тебе помочь». У одиноких матерей этого нет. Если в обычной семье, допустим, отец, ты там можешь перенять роль, или посидеть с ребенком, или еще что-то в этом роде. И даже, кстати, не во всех полных семьях это люди делают. Но в любом случае у одинокой мамы это, конечно же, все намного сложнее. Но, опять-таки, поэтому я очень-очень-очень-очень сильно уважаю одиноких матерей. Так случилось, что она осталась одна. Это памятник можно ставить, просто памятник нерукотворный можно ставить этой женщине, которая одна воспитывает ребенка. И мужчины дорогие, если вы избегаете уплаты элементов на своего ребенка, говоря о том, что вы платите их своей бывшей жене, ерунда все это. Вы просто таким образом успокаиваете себя и свои нервы в плане того, что вы просто не платите своему ребенку. Потому что алименты, в общем-то, собственно говоря, предназначены ребенку, а не ей. Поэтому я считаю, что это просто нечестно по отношению к ребенку. Как мой отец, да, платил 19 рублей 57 копеек. 57 копеек. Да. Вот так. Ни больше, ни меньше. Я никогда не скрывала от своего сына, что реально жизни. Ну, конечно же, с трехлетним ребенком я не буду обсуждать проституцию, алкоголь, правильно, на улицах. Но когда ребенок начинает подрастать, и он начинает осознавать жизнь, естественно, подростковый период и все остальное, конечно, я с ним на эту тему сяду, поговорю. Почему нет? То есть, если я его выращу вот в таком, с розовыми очками, он выйдет на улицу, там, елки-метелки, мать, ты чего? Ты посмотри, что тут творится. Понимаете? Очень часто такие люди, они даже не хотят вырастать, они вот застревают в своем детстве, да, где было легко, мягко и весело, вы понимаете? Вот они так и живут всю свою жизнь с осознанием 12-летнего ребенка. Вот и все, поэтому реальная жизнь, это реальная жизнь. И я из песни слов не выброшу, как оно есть, так есть. Дальше, сейчас, конечно же, когда он уже подрос, я совершенно не зацикливаюсь на том, чтобы он, допустим, женился. Вот ему 22 года, я совершенно не толкаю его. Вот, заведи себе девушку, почему у тебя нет девушки, или там, женись и все остальное. Упаси Боже, 22 года жениться, серьезно. Я не знаю, конечно, кто может это себе позволить, потому что мне кажется, что семья – это очень-очень большая ответственность. Очень большая ответственность. На это требуются деньги, на это требуется отдельное жилье. Если у тебя нет образования, у тебя нет ничего. Правда, здесь, конечно же, в Канаде это все немножко, может быть, по-другому звучит, потому что дети здесь все-таки живут отдельно от родителей, хотя моя мама, она живет со мной. Но все же, когда дети вырастают здесь, они получают образование, они запросто могут отойти, купить себе собственный дом, а для этого, естественно, нужны деньги. И потом, женщина – это не дешевое какое-то там приобретение, которое будет стирать, готовить. На эту тему я тоже сейчас коснусь. Но в любом случае, девушку нужно уметь себе позволить покупать цветы его девушке. Я не собираюсь, ему придется зарабатывать самому, а так как он сейчас зарабатывает себе на образование, то все так и складывается. Я считаю, что вообще жениться раньше 30 не стоит. Это ерунда, это все ерунда. Нужно построить карьеру какую-то, нужно как-то обустроиться. Конечно же, это все относительно в разных странах. И вот у нас в Украине, у нас очень часто поколениями живут в одной квартире, и женятся рано, и детей заводят рано. Здесь, конечно же, этого нет, это просто немножко другой менталитет. Поэтому я рассказываю о том, как это все устроено в моей семье. И просто рассказываю как бы свою ситуацию. Если это неприемлемо к вам, это, конечно же, ваше дело. Хотела бы я затронуть вот этот вопрос развода, когда два родителя расходятся. Где-то папа берет ребенка, если берет, конечно, если интересуется. А где-то он остается у мамы. И вот мне хотелось бы обратиться к таким вот родителям, особенно если папа берет ребенка и настраивает против матери. Или, допустим, он находится у матери, а он настраивает против отца. Вы должны запомнить, что ваш ребенок любит вас совершенно одинаково. И от того, что вы настраиваете друг против друга, вашего ребенка не перестанет любить другого родителя. У него просто будет нервный срыв. Потому что он как любил, так и будет любить. Вы просто доведете вашего ребенка до ручки. Поэтому никогда в жизни не настраивайте ваших детей. Если такое происходит, я просто обращаюсь к тем, есть ли у кого-то такое есть. Если же родители отличные, то есть бывает такое, что люди не сошлись с характерами, они просто разошлись. У нас здесь масса таких семей. И родители воспитывают детей на расстоянии, и между ними все хорошо. То есть они не зацикливаются на тем, что произошло между ними и партнером. Они просто воспитывают детей, потому что дети общие. Дети в этом не виноваты. Следующее. Если вы одинокая мама, вот как я была. Я была одинокая мама. Не всегда, конечно. То есть я была замужем за отцом моего сына. И у нас не сложилось. Но то, что между нами не сложилось, это одно. Но почему-то, когда мужчина разводится, он постоянно разводится не только с женщиной, но и с ребенком. У нас так происходит. Я, честно говоря, этого не понимаю. Я не понимаю, при чем тут дети. Я не понимаю. Вы всегда можете им поинтересоваться и все с то дно. Но так, что, допустим, у меня сложилось так, что в 9 лет я увезла ребенка в Канаду. И отец дал мне разрешение на его вывоз совершенно спокойно, взамен на то, что я должна была подписать документ, что он не имеет в отношении меня никаких материальных обязательств. То есть по своей сути ребенок был продан. То есть ты с меня деньги не берешь. Для него важнее были деньги. Для меня был важнее ребенок. То есть вот таким каким-то образом мы с ним расстались. Но, конечно же, поздравить ребенка по интернету совершенно бесплатно. Или там перезвонить, каких-то пару долларов, больших усилий это не стоило. В любом случае я оставила все координаты. Папа, как говорится, упал у нас. Здесь в Канаде очень хорошо. Папа говорит, упал у нас с края земли здесь, говорят. Такая есть поговорка здесь. То есть ушел, шел, упал и вообще пропал. Неизвестно. В любом случае. Я не очень сильно переживала по этому поводу. Я, естественно, пошла к психологу. Я решила выяснить, насколько сильно это повлияет на ребенка, что он растет. Какой-то период времени он рос без отца. И мне сказали, господи, вообще не переживайте. Ребенку самое главное, стабильный дом. Будет это один из родителей. Будет ли это мама или это будет папа. Хотела бы я продолжить. То есть лучше, иногда лучше не иметь отца, чем иметь. То есть отцы бывают, естественно, разные. То, что, допустим, человек бывает биологическим отцом. Это вовсе не делает его папой. Есть большая разница между биологическим отцом и самим папой. То есть бывают такие отцы в семьях, да, которые терроризируют всю семью. Они терроризируют детей. Они терроризируют мать. В семье нет здоровой обстановки. И, естественно, даже если вы одиноки, например, женщины, если вы одиноки, то вы должны всегда запомнить. У нас всегда почему-то к женщинам, которые сами воспитывают детей, у нас было крайне нелестное отношение. Здесь, кстати, это все совершенно по-другому. Здесь очень большое уважение к любой матери, независимо от того, замужем она или не замужем. Замужество вообще не является никаким статусом, которое когда-то было. Допустим, в Украине, когда я жила, так было, прям чуть ли не статус какой-то. Вот ты замужем, значит, все, кирдэк, ты, значит, имеешь статус. Если ты не замужем, то, можно сказать, ты даже и не человек. Ерунда какая-то. Здесь вообще все проще. Замужем, не замужем, ты мать. И об этом все говорит. И если вы одиноки, вы должны всегда запомнить одну простую вещь. Что есть неполная семья и неблагополучная семья. Это две разные вещи. У вас неполная семья, то есть вы просто не имеете полную семью. А есть семьи, которые имеют обоих родителей, но они настолько неблагополучные, что это просто невозможно. То есть там родители живут, как кошка с собакой. И бедные дети. И очень часто некоторые женщины могут сказать, что я живу со своим мужем только ради детей. Мне кажется, что живет она из-за совершенно другой причины. Просто дети это как бы то, чем она саму себя успокаивает, что ради них она живет. Там, конечно же, больше других причин. Скорее всего, это отсутствие, может быть, жилья, невозможность идти куда-то, все остальное. Но я себе такая возможность предоставилась. Она, безусловно, дети, не дети. Она бы уже завтра ушла. Дальше что? Естественно, я в своем ребенке всегда воспитывала уважение к старшим. Но это не просто как вот, если ты старший, то тебя нужно сразу же уважать. Вообще просто к уважению, скорее всего. Может, я неправильно сказала, что к старшим. А уважение в целом. Уважение к вещам, чтобы ты не порть вещи, пожалуйста, потому что это дорого достается. Ты должен уметь их беречь. И относиться к ним уважительно. Уважать окружение вокруг себя. Уважать животных, отношение доброе к животному. Уважать окружающих тебя людей. Ну и, естественно, все базируется на том, насколько, допустим, люди тебя уважают. И, конечно же, уважение можно воспитать одной простой вещью. Это проявлять само уважение тоже к окружающему миру и к ребенку к самому. И, естественно, как говорится здесь в Канаде, есть очень хорошая поговорка. Есть what comes around goes around. То есть то, что вы от себя отдаете, то, что вы излучаете из себя в окружающее пространство, то вы и получите обратно. То есть если вы относитесь к уважению к своему ребенку, если вы относитесь к уважению к животным в вашем доме, к природе, то ребенок ваш вырастет таким же, подражая вам. Похвалила. Сам себя не похвалишь. Ходишь прям, ну никакой убитый ходишь, сам себя не похвалишь. От скромности не умру. Так, дальше. Что я еще за себя... Ну, то, что я говорила, что во всех новых начинаниях, пожалуйста, поддерживайте ребенка. Вы знаете, не бейте никогда вашего ребенка по рукам. Это такое figure of speech. То есть это такое словесное выражение. То есть если ваш ребенок что-то сделал, даже если он рисовал цветочек, этот цветочек даже у тебя кривой. Ну, вы видите, что ваш ребенок старался, и там у этого цветочка, я не знаю, что-то уже все отваливается. Но вы должны взять его, просто сказать, похвалить его за то, что он провел свое время, за то, что он сделал все возможное для того, чтобы нарисовать такую обалденную красоту. И, конечно же, я еще и за то, чтобы развивать натуральные таланты ваших детей. То есть каждый ребенок, он, естественно, приходит на эту планету одаренным. И все мы одарены совершенно в разных направлениях. Кто-то умеет красиво говорить, кто-то умеет красиво вязать, кто-то умеет... Кстати, есть у меня... Подписалась я на канал одной девушки. Она подписана на мой канал тоже. Ее канал, по-моему, называется Иришан 06 или что-то в этом роде. Я так поняла, что зовут ее Ирина. И посмотрела я у нее недавно... Живет она в Украине. И посмотрела я недавно, какой свитер она себе связала. Народ, я закачалась. Без такой красоты небесной. Я, честно говоря, мне дай спицы, мне дай вот моток пряжи. Да. Это будет все очень трагично в моих руках. Я умею вязать. У меня бабушка научила вязать носки. Я умею вязать. Это единственная вещь, которую я умею вязать. Но чтобы такую красоту вывязать, то есть когда она на себя одела и показала, говорит, вот, девочки, вот такой свитер я связала, у меня, честно говоря, отвалилась челюсть. Ну, настолько красиво вывязана, у меня бы, конечно, там все было глухо, понимаете. Но у каждого, у него есть свой талант. Я, например, люблю вышивать, да. Вот вышивка это одно мое. Вот вы видели, у меня цветы есть, я цветы составляю. Интересуюсь я очень многими вещами. Я вообще такой живой человек, который интересуется окружающим миром. И ваши дети, они про свои сути, если вот вы будете это развивать в ваших детях, у них это тоже останется на всю оставшуюся жизнь. То есть жажда к знаниям, неважно в каком возрасте, она должна присутствовать у человека, мне кажется. И особенно у детей, они пришли в этот мир, они ничего не знают. И зависит все от того, что вы покажете им в этом мире. То есть возьмите их руку, в свою руку, и просто поведите их по жизни так, чтобы вот эта жизнь была, она увлекательная, понимаете, для вашего ребенка. И вот это то, что я делала со своим. Я все время говорила, посмотри, как здесь красиво, посмотри, как там красиво. В этой жизни есть негативные моменты, и мы не можем их скрыть. Но все равно фокусируюсь я всегда на позитивном. То есть природа настолько прекрасна, и животные настолько красивы, и мир, который наш окружает, настолько великолепен, что, собственно говоря, когда вы передаете такое видение вашему ребенку, он это подхватывает и начинает это потом нести в своем сердце. И, безусловно, это очень много зависит от родителей, потому что дети ничего не знают, когда приходят в этот мир, и очень-очень многие вещи зависят именно от вас. Дальше. Вот я сказала, что вы обязаны еще научить. Последний топик, который вы хотели поднять, это я считаю, что каждый родитель, он обязан научить своего ребенка выживать в окружающем мире. Но опять же таки, это все индивидуально. И что я подразумеваю под выживанием? У меня сын, и вот когда я уезжала из Украины, я опять-таки говорю, это на тот момент, я уехала 14 лет тому назад, на тот момент очень многие семьи жили по понятию того, что женщина на женщине держится все. Дом в доме, приготовление еды, уход за детьми, то есть на ней держится совершенно все на ее плечах. Я так и не поняла, зачем иногда мужчина в доме. То есть я так понимаю, что для заработка что ли, но и то он не может этого сделать. То есть когда, честно говоря, если вы возьмете целый список обязанностей, которые выполняла женщина в доме, и список обязанностей, которые выполнял мужчина в доме, то его обязанностью было, это вот у нас таких мужчин здесь называют кауч-потейтл. То есть картошка для кауча-то дивана. Диванная картошка называют их. Ты пришел, ты воткнул ее вот туда, вот этот диван, и вот она там сидит, и все. И я вообще этого не понимаю. Я считаю, что люди все-таки должны быть заняты. Но я не об этом. Я потом, что об этом другое видео сниму. По своему мнению, по какую роль вообще играет мужчина в доме, и знаете, стоит ли из-за 20 грамм колбаски покупать целую корову. Я не говорю о своем браке ни в коем случае. Я просто говорю о том, что некоторые браки именно так и обустроены. Я говорю о том, что и мужчины не воспримите это ни в коем случае неуважение к вам, потому что мужчины бывают разные, и я их очень-очень сильно люблю и уважаю. Я просто говорю о некоторых индивидуумах, которые присутствуют на этой планете. Как я всегда говорю, ничего идеального нет. Мы все имеем свои достоинства и недостатки. Так вот, насчет выживания. Я не верю в то, что женщина была приспособлена и вообще создана на этой планете для того, чтобы прислуживать мужчине. Женщина была создана, это мое личное мнение, для того, чтобы саморазвиваться, точно так же, как и все время развивается мужчина. И очень многие могут мне сказать, что вот, посмотрите, больше президентов мужчин, чем женщин. Я должна сказать, что если мужчине давать детей и постоянно сажать его на кухне, и давать ему возможность менять памперсов, а женщинам развиваться, то больше президентов будет женщин, чем мужчин. Это личное мое понятие, потому что женщины очень часто выдергивают с образования, выдергивают с работы, выдергивают еще куда-то, потому что ей нужно заниматься чем-то домашним. Она ограничена в этом плане. И вот благо, что здесь, в Канаде, это все поставлено на такой уровень, что все-таки это 50 на 50. И своего сына я воспитала именно с таким понятием. Я сказала, что ни одна женщина не обязана тебя ни обслуживать, ни прислуживать, ни готовить. Независимо от того, пришел ты с работы голодный или не голодный. Ты пришел первый, ее дома нет. Встал к плите, приготовил ужин на себя и на нее. Если вы уходите утром на завтрак, если у тебя больше времени, ты ей приготовил завтрак, для того, чтобы она могла покушать и все остальное. Тоже точно так же партнер будет заменять тебя. То есть, если у нее есть время, она тоже встанет приготовить. Стирка тоже самое. Ты знаешь, как нажимаются кнопки на машинке, нажимай, иди, пожалуйста, стирай. Уборка, ты знаешь, как пылесосить дом, и ты знаешь, как функцилировать пылесос. Я думаю, это мозги всегда могут запомнить. Там ничего сложного нет. То есть, я считаю, что мой ребенок, он должен быть приспособлен к жизни. Он должен уметь делать по дому и вокруг дома все. Готовить, чинить, стирать, убирать. Шить он у меня не умеет. Он занимается какими-то своими делами. Но по дому он полностью может себя обеспечить. И он может себе еду приготовить. Он очень часто готовит для самого себя. И готовит. Он любит у меня такие изысканные рецепты. Я сниму пару его рецептов. Недавно он готовил себе курицу нашпигованную, рикотта с сыром, каким-то там еще травами какими-то. Ну, в общем, если я буду снимать его рецепты, приготовьтесь к тому, что это будет сложно. Но он у меня гурман. Он очень-очень любит хорошую еду. Он любит вкусную еду. И подача на стол тоже имеет огромное значение. Если он будет готовить, я, безусловно, сниму его рецепты. До курицы с рикоттой, чиз, с сыром рикотта у меня не дошло. Потому что я была где-то занята. А когда я пришла, он уже все сделал. Да, вот таким вот образом. То есть это лично мое воспитание ребенка. Я считаю, что вырос он достаточно целеустремленным ребенком. Без никакого отца, без ничего. Проблемы того, чтобы он гулял у меня на улице, где-то с какими-то подростками у меня не было. Я пыталась, попыталась занять этот пробел, конечно, это не самый лучший вариант, но компьютерными играми. И ограничивала ли я его в играх. Да, ограничивала по возрастным категориям. Я никогда в жизни не позволяла ребенку играть в очень сильно такие игры с насилием. Мне соответственно его возрасту. Все игры маркированы. Вы можете это сами увидеть. Я к этому очень-очень серьезно отнеслась. Многие могут посмеяться. Я в это все дело верю. Я не считаю, что детям нужно играть в жестокие игры. Для этого есть маркировка. Дети должны находиться в играх соответственно своему возрасту. И, конечно же, он до сих пор играет, но в то же самое время он занимается очень ответственно своим обучением. Пошел он у меня в медицинское направление. Сейчас он, первый год он отучился в Северном технологическом институте. Здесь он называется NATE. Все, кто живет в Эдмонтане, знают. И пошел он на ультразвуковую диагностику. Потом, после этого он хочет пару лет поработать, закончить undergraduate. У него есть два года университета. И он перешел потом в NATE. И потом он будет работать и еще доучиваться. И потом он хочет поступить на медицинский. Независимо, будет ли это в Канаде, или это будет в США. Но парень очень целеустремленный. Имеет очень сильный характер. Спрашивается, откуда отца же не было, правильно? И опять-таки, вот я скажу, это все идет от вас самих. То есть, если у вас есть такое, у вас самих, ребенок это унаследует. Потому что вы являетесь примером о том, вот как я здесь училась, и как я плакала над книгами, и как я ничего не понимала, и сидела до двух часов ночи. Он это все видел, и он сейчас имеет точно такую же вещь. Учится, сидит до двух часов ночи, зубрит, понимает. Он очень-очень такой настойчивый парень, и свою мечту он сдавать не хочет. Так что я всем вам пожелаю. Я очень надеюсь, что вам помогут мои советы в том, как можно воспитать. Или, может быть, вы что-то знаете, просто примите на вооружение себе. Что вот, может быть, если у кого-то другого получилось, и если, может быть, что-то я изменю в своем поведении, то получится и у меня. И я еще хочу вам пожелать, чтобы вы не кричали на ваших детей. Потому что криками вы ничего не исправите, вы ничего не сделаете. Я считаю, что крики и насилие в семьях – это чисто срыв на ребенке своего внутреннего состояния. Мне тоже было тяжело, и когда мне было тяжело, я извинялась перед ребенком и просто уходила пока в свою комнату. То есть я должна была остаться где-то наедине сама с собой, но я никогда в жизни не кричала и не била своего ребенка. В этом нет смысла. Если у вас где-то не складывается жизнь, это не его вина. Это ни в коем случае. Это просто нечестно по отношению к ребенку. Поэтому можно детей воспитать совершенно спокойно. Если что-то вы хотите, чтобы он что-то не трогал, объясните ему. Всегда поддерживайте здоровый диалог с вашим ребенком. Не читайте ему морали по 20 минут. Это никому не интересно. Просто скажите, что я считаю, что здесь ты поступил неправильно, и я тебе объясню, почему. И я, собственно, считаю, что после этого больше продолжать не стоит, потому что 5 минут объяснений вполне достаточно. Ребенок вас услышит быстрее, чем вы будете. Допустим, если кто-то считает, что нужно хорошо прочесать его, то ребенок это вряд ли услышит. То есть уважение, уважение, еще раз уважение, приятный разговор, общение. То есть я считаю, что вот таким образом можно, конечно же, никогда не терять и контакт с вашими детьми. Потому что если в вашей семье появляется трудный подросток, он идет из трудной семьи всегда. То есть дети – это отражение семьи. Если вот есть трудные подростки, значит трудная семья. Значит в семье что-то не так происходит. И очень многие могут сказать, вот я знаю там врача какого-то, или я знаю еще какого-то, там ребенок, вообще ужас. Ну семья такая хорошая, такая хорошая. Вы ничего об этой семье не знаете. Или тот, кто говорит это, он об этой семье ничего не знает. В этой семье все происходит за закрытыми дверями. И я понимаю, что можно судить об одной или другой семье, если бы вы пожили внутри самой семьи и увидели ее динамику. Но ведь это же практически невозможно сделать. Поэтому то, что вот со стороны эта семья хорошая, или допустим они держатся за руки, это же ничего не значит. Очень много людей играют на публику, правильно, о том, что у них в семье происходит, это вообще никуда не выносится. Поэтому судить о семье по поверхностным таким вот каким-то признакам, это конечно же не стоит. Поэтому если ребенок выбивается из-под контроля, скажем так, в этой семье, то конечно же это говорит об очень многом. Просто так это не происходит. Вот как говорил Винни-Пукс, знаете, когда подошел к дереву, он послушал дерево и говорит, это же неспроста. Вот, как-то вот таким образом. Ну я пожелаю вам всем успеха, я надеюсь, вам мое видео понравится. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, оставляйте комментарии. Большое спасибо за внимание к моему каналу. Всем пока-пока.